Вот на той стороне машина стоит. Похоже на машину Дебунова Игоря. Он здесь не купается, а плавает, как он говорит. Поехал. Вот это вот новостройка, или как ее назвать, этажи 21 этажа, даже 22, наверное, есть. Вот они сейчас строят. Вот здесь совсем не было этого. Сейчас вот они наваливают. Говорят, хотят они, вроде бы, вот это перешек, завалить все. Вон там около домов заканчивается он. Рукав от реки Уп. Она не проточная. Ну, судя по тому, какая техника, как идут сплошняком машины, вот они ни во что ставят. Работяги, я смотрю, настоящие. Не сидят, не пьют, ничего. Курят там, матерятся, может быть. И вот здесь, как они вот здесь навалили, здесь две большие трубы туда идут. Ни для чего, никто не знает толком. Кто, говорит, воду, кто газ. То, горячую воду. И вот теперь надо посмотреть, что тут, на сколько оно, вот этот перешек. Ну, тут метра 200-то есть. 200 даже с лишним, наверное. Вот, вроде бы, завалят они ее, притрамбуют. Ну, и дальше будут бурить на свая. И дома такие же будут, и все. То есть, здесь залива такого больше нету. Вот они дальше почти на эту сторону давят. Вот здесь вываливают, бульдозера работают. Я сам строитель. Строительный техникум кончал. Вот как сейчас новый мэр города, он тоже заканчивал тоже строительный техникум, промышленное гражданское строительство. Вот оно как. Деревья валятся туда. Вот, никто их не выпиливает. Вот здесь вплотную, можно сказать, подошли. Но если они так будут дальше гнать, а там сколько, гляди, вот это, а какая тут глубина? Ну, даже если метра три, а может быть даже четыре, не знаю. Вот они, деревья, поваленные, прямо этот уже лежит. Они их не пилят, никуда не девают, ничего. И вот так дальше вот это вот все сложится. Все это я видел, как делают дорогу до Хабаровска. Называют это дорога для мигрантов. А это раньше чудо, такая высота, труба. А сейчас выше на сколько? Вот как. Сегодня 20 мая 2024 года, понедельник. Как будто бы так. И вот она вода. Плещется здесь. Если начнут они это, это много делок. 300 метров это будет. 300. И вы верите, это мне зачем верить-то? Я это не делаю, но я знаю, что мастеров много в России. Они такое делали. Дни прогресса и те поднимали. Вот так. Вот кран. Раньше разве такие краны были? А сейчас какие-то тоненькие, такие длинные. Этот, значит, он выдерживает? Милостью Божьей. Красота какая. Баррол вообще прекрасный город. Зелень и сколько. Воздух. Не так уж и заражен. Господь это посылает. Так я, а там дальше, вот из-за домов, последний дом, я видел, там прямая линия. Это машины там идут. Мост. Шестирядный. В одном направлении три ряда. И во втором. Красавец, мост. Его любил. Погибший. А я знал, что это ты там. Я там плавал. Оф! Я гляжу, машина похожа на тебя. Думаю, где-то, брат... Ну, я смотрю. А? Христос вас будет. Мои сумаски. Смотри. Они могут, сейчас валят и валят туда. Ты не знаешь, на середине какая глубина воды? Три метра-то есть? О, так там больше, конечно. Больше. Но могут они завалить все это землей? Нет. Не завалить? Это, я не знаю. Надо смысл посмотреть, валить-то. Там-то придется там тоже заваливать. Ну да. А там-то ниже, я не знаю. Нет, не будут они пока ничего делать. Вот там это... Позавчера вот там человек утонул. Утонул совсем. Я подъезжаю, там труп лежит и полицейские. Ну, показали 9 человек, утонули в Дагестане только. Я говорю, что ж такое-то? Я говорю, это... В одежде прям. Наверное, говорю, пьяный. Он говорит, может и пьяный, а может и не пьяный. Я бы понял. Интересно, очень даже. Прямо одеты полностью и в кроссовках. А у меня сестры пришли, там виноград поднимаются. Ну, с Богом, брат. С Богом, помоги Христос. Слава Христу. Аллилуйя. Какие дома. Это город Барнаул, Алтайский край. Богатый край. Ломоносов говорит, Сибирью будет перерастать Россия. Вот как рассуждали. А в Сибири, жительство Сибири называют Алтайский край. Вот мы отсюда... Ну, я тут и родился. Все растет. Земля хорошая. Виноград есть. Грузы, яблоки, арбузы, дыни. Не считая там помидоры, картошка, лук. Чеснок, все есть. Это Господь так дает. А люди, глядя, как селятся. Невероятно трудно. Трудности какие. Какие горы лепятся друг на друга. Ясно, что Россия завидует. Барнаульский речной порт. Пушкина один. Пушкина. Тут и улиц это нет, некуда. Но к Пушкину относится. А следующее там, видать, Ползунова. Ну и вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот все смотрю, что есть. Господь дал эту всю радость. Чего людям не жить? Никому не лезем. Каждый свое дело знает, молится, прославляет Творца, что Христос умер за грехи людей. Слава Вышних Богу! На земле мир. Мир. Вот всего не хватает. А в человеках благоволение, то есть доброе пожелание. Когда человек не верит в Бога, он превращается в кровожадного зверя, ненасытного. Хоть сколько он убьет, и все, и награду за это будет получать. В мирное время, я говорю, здесь подставы разные делают, считаешь, страшно делается. За людей. За людей. Все это, наверное, сегодня не видать. Говорят, там женщины. Какая смелая. Ну да. О, как придумали, качается туда-сюда. Благослови ее, Господи, чтобы она не упала там. Молитесь друг за друга. Что желаешь, говорит, врагу, то и сам получишь. А у верующих это враги только считаются. А на самом деле они не враги, они венец плетут. Господь говорит, радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше будут поносить. Пророка угнали прежде вас. Ибо велика ваша награда на небесах. Вот это 6 глава, 5 Евангелие от Матфея, которая говорит о том, что Бог дал людям. Заповеди. Блаженств 9. Смотрите, какая сирень растет везде.